Добрый день! С вами снова компания ОМЗАП. Меня зовут Михаил, как многие уже знают. Сейчас уже на дворе октябрь месяц и поэтому многих владельцев полноприводных автомобилей корейского производства интересует вопрос о работоспособности их полнопривода. Это касается вот таких вот Hyundai F Santa Fe в основном в первую очередь и данного автомобиля Kia Sorento. Для тех, кто проживает не в московском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобиль на профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Также мы пришлем полный видео обзор дефектовки ремонта вашего двигателя, который мы сейчас будем тестировать. Для того чтобы не тратить большие деньги, в принципе это довольно недорого стоит, но в любом случае многие думают как же проверить, чтобы не заезжать в автосервис. Это в принципе сделать без проблем. Что для этого нужно? Практически любой автомобиль в данную смену сезона производит смену зимней резины, вернее летней резины на зимнюю. В основном это люди делают на шиномонтажных станциях, ну то есть мелких шиномонтажках и в момент смены в принципе без проблем вы можете проверить, работоспособность вашего полнопривода. Как это сделать? Вот у нас стоит автомобиль Kia Sorento с полным приводом. При замене резине вас в любом случае будет поддомкрачивать. Хочу обратить внимание, что это стоит делать только на подкатном, то есть на устойчивом домкрате. Потому что штатный домкрат может не вывести нагрузку, которую, ну то есть вес автомобиля и под весом просто-напросто сломаться и он у вас упадет. Поэтому в гаражных условиях лучше так не делать. Если вы это будете делать в гаражных условиях, то тогда лучше поддомкратив автомобиль там с двух сторон, то есть и сзади и спереди, а не так как мы спереди. А проверяется это легко. Получается, вы подняли автомобиль, здесь блокировки дифференциала нету на этом автомобиле и просто включаете драйв, отпускаете тормоз и смотрите. Если у вас крутится и переднее и заднее колесо, значит полный привод исправен. Если у вас крутится только переднее колесо, значит у вас есть проблема. Проблема может быть, в основном они здесь основные проблемы их две. Это либо корпус дифференциала, на нем съедает шлицы, либо муфта заднего привода. Более точно какая из частей у вас неисправна, можно в принципе проверить точно также. То есть вы заглядываете под автомобиль и если вы видите, что карданный вал у вас крутится, а задние колеса нет, это неисправна муфта. Но если у вас колесо переднее крутится, а карданный вал не крутится, то у вас неисправлены шлицы в корпусе дифференциала и нужно ремонтировать там. Забыл сказать по скриптум, обязательно, когда вы будете производить такую процедуру, поставьте, подложите что-то под противоположную сторону. Как вы видите, мы подложили упоры. Не важно, это может быть кирпич, там камень, либо доска, но чтобы он у вас не скатился на весу, когда вы будете это проводить проверку. Так что, если вдруг будут какие-то вопросы, пишите комментарии, ставьте нам лайки обязательно и будем рады вас видеть в нашем автосервисе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok